Здравствуйте! Вы смотрите главные новости на Первом областном в студии Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Ковид-19 шагает по Орловщине. За последние сутки коронавирус подтвержден у рекордного числа жителей региона. Какие меры принимаются в нашей области по недопущению дальнейшего распространения инфекции? Они первыми приходят к нам на помощь и спасают человеческие жизни. Спокойных дежурств и крепкого здоровья. Орловские волонтеры поздравили работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. С какими подарками пожаловали? Мы сажаем сквер танкистов, комсомольский. Утопят в зелени. В областной столице начали высаживать деревья и цветы. Как проходит курс по омоложению? Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Рекорд со знаком минус. Количество заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки в нашем регионе возросло на 53 человека и достигло отметки в 460. В связи с недопущением дальнейшего распространения COVID-19 губернатором области было принято решение обязать рловчан носить медицинские маски в общественных местах. Один из вопросов, который прозвучал на очередном онлайн-брифинге руководителя регионального департамента здравоохранения Ивана Залогина, был связан с инициативой о бесплатной раздаче средств индивидуальной защиты. То, что этот вопрос в ближайшее время будет решен, это да, регион идет на то, чтобы защитить население. И те люди, которые испытывают трудности при приобретении, либо не могут их купить, не могут их найти, регион возьмет на себя данную функцию и будет обеспечивать жителям масками. Детали, где, как и завтра будет доведено. Розы красные как кровь. Волонтеры молодой гвардии нанесли неожиданный визит на городскую станцию скорой помощи. И не с пустыми руками, а с цветами. Ведь 28 апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи. О тех, кто сейчас в буквальном смысле живет на работе, расскажет Сергей Прошкин. На станции скорой медицинской помощи врачи дежурят круглыми сутками, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. И не требует за это благодарности. Однако волонтеры из молодой гвардии приехали сюда как раз за этим, чтобы сказать спасибо. Сейчас во всех регионах страны молодая гвардия активно оказывает поддержку медицинским сотрудникам. Наша область не могла остаться в стороне, говорят волонтеры. Мы сегодня решили поздравить сотрудников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником. Потому что именно они первыми приходят к нам на помощь и спасают человеческие жизни. Что особенно тяжело в условиях пандемии коронавируса. Работа медиков опасна и трудна. За многолетнюю практику чего только не случалось, отмечают водители карет скорой помощи. Приходилось семье роду принимать. Да вы что? Да, а что удивление? Мы удивляемся. Ирина Лисова только что вернулась с районного выезда. Говорит, в празднике работаем как обычно, без изменений. Вызов бывает немного. Вызов 10-12. Это в зависимости, сколько бригад есть врачебных вообще по городу. Либо есть одна, либо есть три, либо четыре. Это зависит от работы. Ну а так, пришли на работу, начинаем работу. Вызов поступил, мы поехали. В данный момент Орловская скорая помощь дежурит круглосуточно. 32 бригады находятся в режиме повышенной готовности. Сергей Прошкин, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. Предприятиями региона произведено более полутора миллионов масок. 300 тысяч защитных средств Орловщина получила из Китая по линии Минпромторга. Об этом рассказал руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин в интервью нашему телеканалу. На данный момент решается вопрос о перепрофилировании масочного производства для производства защитных костюмов. На сегодняшний день достигнут договоренности с Росхимзащитой. И определено, каким образом мы будем шить эти костюмы, каким образом будут сертификации, каким образом снабжение материалами. И я думаю, что в ближайшие, в самые ближайшие дни в Орловской области мы начнем выпускать первые партии защитных костюмов. Причем я подчеркиваю, что эти костюмы будут медицинские, то есть с регистрационными удостоверениями. По словам Геннадия Парахина, из 1020 предприятий региона разрешение на ведение деятельности получили чуть больше 200. Наши промышленные предприятия работают в полную силу на те контракты и договора, которые были заключены ранее. Поэтому, как будет дальше развиваться ситуация, спрогнозировать сложно, насколько будет длительный этот период. Но на сегодняшний день можно абсолютно точно сказать, что некий спад производства будет месяца через полтора-два. Оценить этот спад сейчас довольно сложно. Правительству Российской Федерации предпринимаются определенные меры по поддержке промышленного сектора. Орловские школьники продолжают получать продуктовые наборы. Напомню, всего в нашей области будет выдано около 70 тысяч сухпайков. Вручают посылки родителям обучающихся, которые получали бесплатное горячее питание в школе. Среди тех, кто оценил ассортимент домашнего школьного завтрака, оказалась и семья Кабановых. Эта акция была вообще сюрпризом для всех. Никто не ожидал, что будет получение продуктовых наборов. Большое огромное спасибо Андрею Евгеньевичу, который грамотно со своим коллективом, со своей командой сформировал данный продуктовый набор. И я считаю, и думаю, что считают многие родители, что данный набор удовлетворяет потребности, в принципе, каждой семье. Кстати, сами школьники вкусным посылкам радуются не меньше родителей. Юным орловчанам предлагается принять участие в конкурсе «Пять рецептов счастья». Мне понравилось, что там есть шоколадка, сок, яблочное преску, заглушенное молоко и печенье. Еще мне понравилось, что там есть конкурс, в котором я буду принимать участие. Поучаствовать в конкурсе могут школьники в возрасте от 7 до 18 лет. Для этого необходимо на упаковке выданного сухого пайка написать, что такое счастье, сделать фото и отправить его на электронную почту, указанную во вкладыше. Более подробная информация размещена в соцсетях Института развития и образования Орловской области. Продолжим через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Партнер программы «Главные новости» – кредитно-потребительский кооператив «Сберфонд Аврора». Управление Росреестра по Орловской области прекратило проведение плановых проверок. Об этом главным новостям рассказала заместитель руководителя регионального ведомства Елена Колсынова. До конца текущего года не будут проверять юрлиц и ИП. В отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления и граждан проверки приостановлены до 1 мая 2020 года. Кроме того, сокращено число оснований для проведения внеплановых проверок. Внеплановые проверки могут быть проведены по поручению президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации и по требованию прокурора. В ведомстве пояснили, что за первый квартал этого года специалисты Росреестра провели 140 проверок соблюдения земельного законодательства. В итоге было выявлено 207 нарушений, наложено штрафов на сумму свыше 700 тысяч рублей. Более 70 соглашений на сумму, превышающую 7 миллиардов рублей, заключила Орловская область с министерствами и ведомствами России. Общий объем запланированных федеральных безвозмездных поступлений составит 16 миллиардов 976 миллионов рублей. Данные были озвучены на аппаратном совещании в администрации области. У нас запланировано в 2020 году строительство детских садов яслей, на что из федерального бюджета предусмотрено более 200 миллионов. Это позволит создать дополнительные места в яслях и ясельных группах и дооснащение детских поликлиник медицинскими изделиями. В Орловской области продолжают обсуждать эффективность антикризисной поддержки предпринимательства. Комплекс мер принимается на федеральном и на местном уровне. Напомним, губернатор Андрей Клычков освободил субъекты бизнеса в пострадавших отраслях от платежей по региональным налогам за второй квартал 2020 года. Орловские представители наиболее пострадавших отраслей экономики получили право на субсидии из федерального бюджета. Меры поддержки будут оказаны предпринимателям Крамского района. Мы воспользуемся налоговым кодексом и районный совет народных депутатов. Представитель органа местного управления районный совет народных депутатов принял решение понижения ставки налогообложения для малого и среднего бизнеса. Значит, из 15 процентов, которые они обязаны платить, сегодня мы понизили на второй квартал 2020 года до 7,5 процентов. Конечно, значительного ущерба районный бюджет не ощутит, но поддержит малый и средний бизнес нашего Крамского района. Как сообщают федеральные СМИ, правительство приняло всю нормативную базу для запуска второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса. Одновременно началась подготовка плана поэтапного смягчения ограничений для бизнеса. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь. На это неоднократно обращал внимание президент, цитирует премьер-министр России Михаила Мишустина в федеральные СМИ. Уже завтра региональные парламентарии могут принять закон о самозанятых в первом чтении. Этот вопрос числится восьмым в повестке, предстоящей сессии облсовета. Подробности знает экономический обозреватель первообластного Анастасия Гришина. Настя, здравствуй. Что это за законопроект и на ком он отразится? Олег, здравствуй. Налог на профессиональный доход – это новый специальный налоговый режим. Применять его смогут физлицы и индивидуальные предприниматели, не имеющие работников. Итак, в случае принятия закона, орловские бизнесмены смогут перейти на специальный налоговый режим уже с 1 июля этого года. Как говорится в документе, самозанятые будут платить только налог по льготной ставке 4 или 6 процентов. Отмечу, что закон о самозанятых вступил в силу с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С начала 2020 года режим для самозанятых ввели еще в 23 регионах. Проанализировав опыт регионов, я первоначально пришли к выводу, что люди регистрировались, СИП переходили на этот вид налогового режима. Но сейчас имеется тенденция к снижению количества самозанятых и самое главное – уходу с этого режима на режимы, которые предоставляются индивидуальным предпринимателям, таких как ИНВД или УСН. Добавлю, что в случае перехода бизнесмена на режим самозанятого, страховой стаж начисляться ему не будет. Однако пенсионные взносы граждане могут оплачивать в добровольном порядке. С начала года в нашем регионе почти тысячи индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность. Как отвечают налоговики, закрывали СИП равномерно. Всплеска закрытий в марте не было. Если говорить о прогнозах на второй квартал, то статистика может измениться в не лучшую сторону, так считают эксперты. Под ударом оказались компании, которые ушли на вынужденные каникулы в период пандемии. Тем временем, орловские компании из наиболее пострадавших отраслей экономики получили право на субсидии из федерального бюджета. Деньги бизнесменам будут выплачиваться из реестра, который формирует налоговая. Для того, чтобы попасть в этот список, нужно отправить заявление в электронной форме в инспекцию. Воспользоваться безвозмездной поддержкой со стороны государства смогут малые и средние предприятия, чья задолженность по налогам и страховым взносам на 1 марта не превышала 3000 рублей. На этом у меня все. Спасибо. С новостями экономики нас ознакомила Анастасия Гришина, а мы продолжаем. Светлее и ярче. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будут выполнены работы по освещению оживленных автомагистралей Орла. Накануне мы уже рассказывали о том, какие работы были выполнены в рамках этого нацпроекта на Васильевской областной столице. Какие еще улицы должны подсветить, расскажет Виктория Юркова. Район Алроса в темное время суток ничем не отличается от других. Тьма кромешная здесь. Многие Орловские улицы утопают в темноте. Вывести в свет проблему пытаются активисты регионального отделения ОНФ. Мы выехали посмотреть эти предложения и посмотреть те проблемные участки, которые есть в нашем городе. Это Новгородское шоссе, это Карачевское шоссе и улица Восководная. Это те участки, которые выходят из города, но и по тем участкам, которые люди возвращаются домой, как мы видим сегодня здесь. Достаточно темно, деревья стоят вокруг. Жителям некомфортно. А инспектору ГИБДД добавляют статистика печальная. Неосвещенные автодороги – причина 70% аварий. И с этим нужно что-то делать. За прошедший 2019 год и текущий период 2020 года на территории города Орла зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых одним из недостатков уличной дорожной сети зафиксировано отсутствие либо неисправность освещения. Инспекторы ГИБДД говорят, в ночное время суток в прошлом году 12 человек получили ранения в ходе дорожных аварий. Двое погибли. И отчасти причиной этих ДТП стали неосвещенные улицы. На УКХ Орла составили 12 протоколов. Тьма в областном центре – это проблема номер один сегодня, признают городские власти. Нам еще работать и работать. Почему я об этом говорю? Потому что контракт на сегодняшний день, который у нас был по Ростелекому, он покрыл ту часть, которая была прописана в контракте. Мы поставили там 12 тысяч свидетельников. Представьте себе, что у нас подъезды к дворовым территориям, у нас некоторые участки дорог, на которых даже сейчас мы находимся. Есть места, которые не освещены. А это прежде всего безопасность. Я бы с своей стороны сказал бы, что нам нужно делать все необходимое в разрезе безопасности ради человека. В то время, как одни улицы требуют света, на других фонари горят круглосуточно. Выключим, говорят чиновники. В северном районе у нас в течение дня горит свет. Но это связано прежде всего с тем, что проводится ремонтно-восстановительная работа. Вот те фонари, которые погасли по каким-либо причинам, приводятся в надлежащее состояние, так и, соответственно, получилось по улице Металлургово. Вот два дня электрики работали в этом направлении. Сейчас все исправно и все будет светиться ночью, а днем свет будет отсутствовать. А вот Васильевскую, несмотря на уже проведенные работы по опиловке деревьев и монтажу фонарей, придется еще подсветить. Установить второй ряд фонарных столбов, говорят активисты ОНФ, обещают в этом году. Опять же, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Виктория Юркова, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной». Этой весной в Орле планируют высадить 2500 деревьев, рассказал журналистам в ходе очередного объезда областного центра, начальник управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин. В заводском районе сегодня сажали деревья по улице Комсомольская. В настоящий момент посажено 1250-1260. Вот так сегодня вот эти досады будут 1260. План на весну 2500. Соответственно, мы этот план выполним. Работу по озеленению города ведет Зеленстрой, несмотря на то, что контракт выиграло Содружество. Эта компания является субподрядчиком. Весной 2020-го на улице Орла вернутся 35 топиарных фигур. В парках и скверах уже началась высадка цветов. Всего их в областном центре будет благоухать 200 тысяч на 82 клумбах. С апреля месяца мы этим занимаемся. Вот вы видите, сажаем, это сквер танкистов, комсомольский, потом на Ленина посадили, на Гурте вот здесь сейчас. Дальше у нас все идет по плану. В 113-м доме по улице Серпуховской не осталось ни одного человека. Напомню, 23 апреля в одной из квартир второго этажа обрушилась часть потолка. У дома поставили круглосуточный пост охраны, а людям предложили уехать из опасного жилья. Принято решение о расселении жителей, которые проживают в этом доме. Всем жителям был предложен вариант переезда в пункт временного размещения, который располагается в гостинице «Русь». На сегодняшний день в гостинице расположены 25 человек, в том числе шестеро детей. Аналогичная ситуация была с домом «Поколенина-2». Кстати, в мэрии объяснили, почему до сих пор не снесен дом по набережной Дубровинского. Чиновники говорят, что подрядчика определят после 7 мая. Со стороны конкурсной документации проведены все соответствующие процедуры по проверке государственной экспертизы стоимости сноса. Если вы час на сайте размещена конкурсная документация, идет прием заявок. Поэтому срок немного сдвинут, но в любом случае в мае мы должны начать. Команду «Воздух» могли сегодня давать друг другу зеваки. Только лишь для того, чтобы полюбоваться на пару самолетов Су-30. Это многоцелевой истребитель, предназначенный для завоевания господства в небе. Но в Орловском небе двойка сухих только лишь тренировалась перед скорым днем победы, который все-таки будет отмечен авиационным парадом. Такие же полеты запланированы на 30 апреля и 8 мая. А в 9 мая планируется воздушный парад, который подарит орловчанам 8 экипажей Су-30. Трагедии чуть не обернулась находка жителей деревни Старцево. При проведении полевых работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. На место для предотвращения ЧП оперативно выдвинулись сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы. При выезде на место обнаружили, что это авиабомба немецкого производства, 50-килограммовая. Обследовали близлежащий участок, подозрительных предметов не обнаружили. Произвели разведку, возможность транспортировки загрузили. Сейчас будем транспортировать ее на полигон для последующего уничтожения. Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо срочно сообщить о находке в службу спасения. Во время пандемии коронавируса положено сидеть в четырех стенах. Поисковики из отряда «Безымянный солдат» намерены делать это с удовольствием. Стены-то новые. Их музей, давно уже созданный ими на общественных началах, скоро переедет в отремонтированное помещение. На импровизированное новоселье пригласили и нашу съемочную группу. В коморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль. Так начинается когда-то популярная песня. Но в помещениях за залами актов устроено и происходит очень разное. Не только репетиции. Например, в Среднерусском институте управления филиали РАНГ и ГЭС за актовым залом расположен музей поискового отряда «Безымянный солдат». Он действует при ВУЗе и вот переселяется в новое помещение. И если при новоселье полагается по обычаю пропускать вперед кошку, то в этом случае решено впустить зайца. Он и станет первым экспонатом, который переедет сюда из старых музейных стен. Это традиционная пляшковская игрушка, которая выпускается, да и до сих пор выпускается на территории Ливенского района Орловской области. Когда 6-я гвардейская стрелковая дивизия, 137-я стрелковая дивизия проходили через город Ливны 1 февраля 1943 года, местные жители подарили младшим командирам такие игрушки, свистки, это свисток, для отдачи сигналов в бою. Зайчик очень хорошо виден. Голова, уши, передние лапы вытянутые вперед, задние под... Ну, обычная поза, зайца и ноги. Еще среди первых перенесенных сюда экспонатов – значок метростроевца. Деткая штука. По его номеру удалось выяснить имя бойца, на останках которого и нашли поисковики этот значок. Так их и опознают зачастую, даже по приколотому гимнастерке поезду. Что здесь еще есть? Есть рулоны. В только что отремонтированных помещениях рулоны бывают только обойные. Если остались. Но здесь это карты. Например, с нанесенными аэродромами. Откуда в войну взлетали наши? Какие взлетки занимали фашисты? И все это в разное военное время. Как он назывался? Номер этого аэродрома? Итак, в УЗИ готовы хоромы, иначе не скажешь, для музея поисковиков. Пока он квартирует и впрямь в коморке в подвальном помещении. Оно со своим очарованием и даже уютом, часто не свойственным официальным, а не народным музеем, созданным на общественных началах. Но все эти экспонаты скоро переедут и займут места на новых стендах и стеллажах. Здесь будут проводить конференции, кинопоказы и, внимание, водить экскурсии для вообще всех, кто свяжется с отрядом насчет такой возможности. Кстати, помещение приведено в оригинальный вид. Когда-то оно относилось к Дому политпросвещения обкома КПСС, построенному в 59-м году в неоклассическом стиле. Так что сами стены подсказывают, просвещать надо и далее. Сергей Быковский, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Ставка 9,9% годовых. Звоните 22-20-67 Стать пайщиком Авроры – верное решение. Гарантия стабильности. Высокая доходность по сбережениям. Бонусы от участия в акциях. Подробнее по телефону 848-62-30-34-60 Нечем платить по кредиту? Есть решение. Компания «Антидолг» оказывает помощь должникам по кредитам и займам. Город Орел. Улица Комсомольская, 78. Телефон 63-10-39. Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Язык – это средство общения и взаимопонимания. Русский язык – это один из богатейших языков в мире. Таких метафор, сравнений, эпитетов, образов нет ни в одном языке мира. Поэтому, наверное, так сложно перевести поэзию Александра Сергеевича Пушкина на иностранный язык. А мы на этом языке говорим, чувствуем, объясняемся в любви. Вот почему, мне кажется, так важна поправка Конституции Российской Федерации о защите и сохранении русского языка. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Морозова. В предпоследний день апреля наши предки охотно выходили на работы в сад и огород. Больше всего внимания они уделяли капустной рассаде. Ведь ее листья являются не только основным ингредиентом традиционных русских щей, но и целебным средством. Считалось, что если капусту посадить 29 апреля, то она вырастет вкусной и крупной. Также жители деревень присматривались к природным явлениям. Гром в этот день предвещал неурожайные месяца. А как обстоят дела с погодой у нас в области? В Амцентске пасмурно. Осадки ожидаются в утренние часы. Днем плюс 19, ночью плюс 8. В Ливнах малооблачно и никаких дождей. Днем 19 градусов тепла, ночью же плюс 12. В Волхове пройдет небольшой дождь. Плюс 19 днем, ночью столбик термометра покажет 7 градусов тепла. В Орле облачно. Днем 20 градусов выше нуля, ночью ожидается до плюс 14. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду с порывами до 17. Атмосферное давление в пределах нормы 740 миллиметров штутного столба. Таков прогноз на среду, а первый областной всегда с вами. Наши партнеры. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 9,9% годовых. Все сбережения застрахованы. Магазин «Проект мебель». При покупке кухонного гарнитура разделочные доски из искусственного камня в подарок. Город Мценск, улица Тургенева, 110 и 137. Улица Машиностроителей, 19. Приведите этот день дома на позитивной волне. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно. Выгодно. Ставка 9,9% годовых. Звоните 22 20 67. Успейте порадовать себя и свою вторую половину подарками от магазина «Проект мебель». При покупке кухонного гарнитура в подарок незаменимый помощник для любой кухни – разделочные доски из искусственного камня. Акция действует до 30 апреля во всех салонах «Проект мебель». Город Мценск, улица Тургенева, 110, 137 и Машиностроителей, дом 19. Количество подарков ограничено. Компания «Ритуал-сервис» принимает заказы на памятники по антикризисным ценам. Подробности по телефону 44 45 46. Поздравляем вас с наступающим Днем Святой Троицы. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья.